В январе наступающего года глава Чувашии Михаил Игнатьев обратится с ежегодным посланием Государственного Совета Чувашии. Какие темы хотели бы услышать в нем жители республики? С этим вопросом мы вышли на улицу Чебоксара. Обеспечение жильем молодых семей, потому что сейчас непонятно, что происходит с этим, с этой программой. То говорят, что остановили, то говорят, что не остановили. Я думаю, самое главное для меня пока, по крайней мере, это. Жилищный вопрос, вот квартирная плата, чуть-чуть надо было посмотреть, поменьше бы сделали бы. Капитальный ремонт, да, нельзя ли хоть чуть-чуть скидку сделать. А для молодых, молодым тоже бы работа нужна для молодых. ЖКХ и работа. У нас самая главная проблема сейчас, наверное, это садик, потому что без прописки его теперь не дают никому, сказали. Вот нам бы хотелось, чтобы отменили этот закон. Дороги нужно чистить во дворах от снега, потому что убирают только центральные улицы, проезжая часть, а вот во дворах тяжело проходить. И парковок нету практически. Даже новостройки строят дома в районе этого. Парковок для машин не предусмотрено. К вам пенсию повысили бы. Больше порядков, чтобы в городе было. Ну и еще внимание обратил на подрастающее поколение наше. Живу на улице Энгельса. Дорогу сделали, а тротуары так и оставили. Вообще-то делается не так. Вообще делается все вместе. И тротуары, и дорога. По поводу пенсии очень много интересует. Допустим, я вот как дочь пенсионерки, я как бы могу об этом судить. Наверное, с сельским хозяйством надо что-то делать, расширять наше, потому что, учитывая, что наши санкции сейчас нам дадут хорошо по кошельку. Как и молодая мамочка, я хочу обратить внимание на наличие пандусов у нас, съездов на пешеходных переходах. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы дома тоже оборудовали пандусами как-то. Возможно, это при строительстве, чтобы уже контролировали органы. Ну и хотелось бы, чтобы продолжалось строительство новых детских садов, чтобы это все развивалось, чтобы хотелось, наверное, рожать деток, не останавливаться на одном только, а как бы улучшать демографическую ситуацию дальше.